Кабельник 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 Всем привет, уважаемые зрители! С вами Стэп Волх и канал Анна Волт. Сейчас я нахожусь в кабельном коллекторе, но этот кабельник не совсем обычный. Во-первых, он находится не в Москве и даже не в каком-нибудь городе. Кабельный коллектор располагается в глухом лесу и использовался в свое время для прокладки кабелей между двумя войсковыми частями, между двумя военными объектами. Здесь мы видим привычные нам закладные для кабелей, которые по обеим стенам. Кабелей идет немного. Притяженность этого коллектора где-то около двух километров ориентировочно. И он идет в руль дороги, которая тоже соединяет эти два военных объекта. Вот эта часть кабельного коллектора сейчас находится в более хорошем состоянии. Здесь идут рабочие кабеля. Можно посмотреть даже бирки. Хорошо видно бирки на кабелях. Они имеют без указания в мощности, но видно, что проложено они к жилгородку. Вот еще одна бирка. Я так понимаю, что это кабель от центрального распределительного пункта до лего городка. Сам кабельный коллектор достаточно однообразный. Прошли мы уже несколько сот метров. И картина здесь везде примерно одинаковая. И вот мы подошли к такому своеобразному проходу, который идет в одну из веншахт. Вот так вот выглядит сама веншахта этого коллектора. И вот он дальше идет вперед. Очень скользкий пул. По полу много глины. Хотя кабельник не подтопленный. Не могу сказать, что сюда попадают грунтовые воды. Возможно, просто сейчас на улице сухая погода. Но благодаря этому он не подтоплен. Но идти не совсем удобно. Вот мы еще видим такие бирки. Здесь написано, что мощность этого кабеля 6 кВт. И вот еще очень интересный момент. На этой бирке мы можем видеть дату 13 сентября 1974 года. И дальше на стене мы видим еще одну надпись, которая датирована 1983 годом. 23 марта 1983 года. Дошли до места, где кабельный коллектор поворачивает. Там впереди сейчас мой напарник занимается фотосъемкой. Видно, как он подсвечивает. Вот еще одно напоминание из прошлого. ДМВ-75. Сколько же, интересно, солдат этот кабельник, помню, срочников, которые здесь служили в поисковых частях. Обслуживали этот кабельник. А впереди идет не совсем удобный проход. Здесь была такая же стена кирпичная. Вот. Еще один живописный участок в этом коллекторе. Возвращаемся. Возвращаемся обратно. Возвращаемся. Возвращаемся обратно. Камера, через которую мы забрасывались в этот коллектор. Сейчас нам предстоит выбираться обратно. Но сам коллектор буквально через 20 метров заканчивается загутовкой. И кабели уходят в гильзы. То есть там дальше кабель проходит даже не в коллекторе после этой загутовки. А он идет просто в закопанных землю гильзах. До расположенного наверху военного объекта. Хорошо видно. Дальше эти гильзы продолжаются под землей. Сделаны они для того, чтобы пропускать в них кабель. Такое решение применено для того, чтобы по каменнику нельзя было попасть на территорию уже самого военного объекта. Ай, блин. Задницу. Вот так вот. Тогда же проще оказалось. Эй! Замок, замок. Мы, как культурные люди, сейчас все за собой закроем. Так, статив. Рюкзак у тебя, да? Да. Выходи, снимай. Спасибо. Мой рюкзак в самую грязь положил. Ну и теперь осталось закрыть шахту и отправиться по домам. Неужели? Ну вот. Отлично. А поскольку лазать плохо, всем напоминание, чтобы не влезали, а то убьет. Ну а окружает нас глухой лес. Так, эти вояки их закрывают, а? Самое интересное, я сейчас не могу попасть в это. Да, это будет, наверное, самая скучная часть видео, как мы закрывали НШ. Смотрите Дик в Слободской ручей и сталк по площадкам Советского коллайдера, а также не забывайте подписываться на наш канал.